Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о главных трендах осенне-зимнего сезона 2019-2020. Показы осенне-зимних коллекций уже завершены, а это значит, что ключевые тенденции следующего холодного сезона уже понятны. Дизайнеры выделяют 10 основных трендов. Итак, первый тренд – панки в городе. Модные бренды дружно вспомнили о панке, добавив в свои коллекции агрессивные элементы в виде шипов, сочетания кровавого-красного и серого, тяжелой обуви и разнообразных цепей. При этом дизайнерам удавалось панк вписывать в эстетику своих марок достаточно органично. Донателло Версачи с его помощью снизила традиционный уровень гламура, а Александр Вен скрестил его с любимыми спортивными силоветами. Второй тренд – черная кожа. Облачиться в кожу с головы до ног, а почему бы и нет? Именно это предлагают дизайнеры по обе стороны Атлантики. Они выбирают максимально брутальную версию этого тренда в черном цвете. Например, Том Форд насталирует по дерзким 2000-м и шьет брючные костюмы из мягкой кожи. А на подиуме у Салли Лапоэнт главными стали кожаные комбинезоны на манер авиаторских. А Сальваторо Феррагамма предлагают наконец купить черное кожаное платье. Эти тренд – тяжелые сапоги. Будущая осень выглядит достаточно агрессивно. Панк и черная кожа уже числятся среди тенденций сезона, поддерживают которые и соответствующие аксессуары. Прежде всего тяжелые сапоги, в которых легко представить девушку-супергероиню. Лучше всего этот тренд почувствовал Дэниэн Ли. Он предлагает их носить и с платьями, и с мотоциклетными комбинезонами. Также не осталась к ним равнодушна и мяучая прада. Четвертый тренд – праздничный пуховик. Пуховики осенью и зимой превратятся в полноценный предмет вечернего гардероба. Идеальную версию этого тренда можно увидеть в новой коллекции Бьерпала Печоли, который сшил для Манклия роскошное стеганое платье в пол. А вот более реалистичная адаптация этой истории отлично показана у Брэндона Максвелла и Кристиана Сириана. Не смогли мимо пуховиков пройти и во французском модном доме Эрме. Правда, здесь пуховик скрывается под элегантной кожаной курткой на первый взгляд. Но это только на первый взгляд. Пятый тренд – вкус лайма. Неон также появляется в коллекциях сезона «Осень-зима» 2019-2020. Особенно много его было именно в лаймовом цвете. В жизненности в сдержанной осенней краске решили добавить бренды «Баленсиага» и «Нина Ричи», которые как предлагают носить его соло, так и сочетая с классическим черным или насыщенным фиолетовым. Шестой бренд – «На каждый день». Сезон показов «Осень-зима» 2019-2020 запомнится тем, что дизайнеры наконец вспомнили о том, что женщинам нужна не только одежда для вечеринок и званных ужинов, но и на каждый день. Такую одежду стала делать Виктория Бекхам. И продолжают делать такие бренды, как Габриэла Херст и Кристофер Лэммор. Седьмой тренд – «Хевлок». Что такое «Хевлок»? Это тренч с перелиной. Будущей осенью стоит пополнить гардероб не просто новым тренчем, а моделью с небольшим кейпом. Похожим, недавно в Ирландии появилась девцогиня Кэтлин. Называют подобный вид верхней одежды «Хевлоком» в честь генерала Генри Хевлока, который часто носит такие модели. В новых коллекциях дизайнеры шьют тренчи с кейпами-перелинами из шерсти, хлопкой и кожи. Особенно эффектно выглядят «Хевлоки» с контрастными кейпами по цвету или фактуре. Восьмой тренд – «Красно-черная клетка». Клетка продолжает играть важную роль в моде. На этот раз это «Красно-черная клетка». Причем тип самого рисунка не так и важен. Одинаково хорошо на фоне опавшей листвы будет смотреться и немного наглая клетка Буфала, которую называют еще «принтом лесоруба», и более элегантные торта. За вдохновением стоит обращаться к коллекциям Кристиан Диор и Марин Сер. Тренд – 70-е. Дизайнеры жонглируют модными декадами прошлого постоянно. Например, в этом сезоне они снова вспомнили о 70-х, немного устав от дерзости 80-х, которые захватили подиумы пару лет назад. Дизайнеры сегодня называют 70-е так «Буржуазный Париж», «Танцы до утра» и «Богибная расслабленность». И последний, десятый вариант – «Большие плечи». Плечи вновь стали пристальным объектом внимания у дизайнеров. Причем, если в прошлом сезоне они в основном подчеркивали плечи на жакетах, то в этот раз сделали это и на повседневных платьях с помощью скульптурных оборок, и на нарядных топах, благодаря трехмерным аппликациям и на вечерних образах, дополненных рукавами из рюши. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересного. Ставьте лайки. Всем пока-пока.